Экспертиза в лаборатории Госветслужбы с 1 марта станет обязательной для любой партии сырого молока. К этому прилагаются порядка десятка анализов на качество продукции, которые производителям придется делать каждые 10 дней или полгода. А ведь качество того же молока и так проверяются, согласно ГОСТу, говорят представители Алтайского отделения ОНФ. Получается какой-то двойной контроль. С одной стороны, есть государственные программы, есть закон личных подсобных хозяйств 112, которые обязывают и меры государственной поддержки реализовывать. Мы говорим о том, что все-таки село нужно сохранить. При этом все, по сути дела, приводим к тому, что идет некая монополизация. И, собственно, даже простая калькуляция показывает, что выполнить тот анализ в те регламентированные форматы, которые предполагает 421 приказ Минсельхоза, в принципе, невозможно с точки зрения экономики. Потому что на каждую партию сдаваемого молока, там в 200-300 рублей я должен только за анализы заплатить. Итог всех этих нововведений очевиден. Малые хозяйства просто не выживут. Такие затраты им не по карману. А свежая органическая продукция до населения доходить не будет. Ну или цена ее станет заоблачной. А ведь цены на молочку, да и не только, уже сейчас буквально опустошают карманы людей, особенно пенсионеров. Я вчера молочку взяла, зашла. Вот знаете сколько? Взяла, значит, сметаны 200-300 грамм, 250 творог, молоко и йогурт. 500 рублей. В пенсию получили, вот купили что-то необходимое и все. И можно зубы на полку ложить. Молочка очень дорогая. Очень дорогая. Для пенсионеров особенно. По продуктам, да и мясо. Да все сейчас дорого. Да все цены повысились. И намного. Вы говорите о предполагаемом подорожании молочной продукции, что за каждым таким событием, как правило, стоят интересы крупных производителей, крупных сетей, крупных агрохолдингов. То есть у нас постепенно сворачивается естественный процесс конкуренции, то есть если мы говорим о рыночной экономике, вытесняются с рынков мелкие фермеры, мелкие товаропроизводители и замещаются вот именно крупными игроками, которые формируют правила игры под себя. Различными запретительными мерами, различными законодательными нормами, которые они очень успешно научились лоббировать в высоких кабинетах. По словам Юрия Фрица, только государство в силах изменить ситуацию и включить определенные механизмы регулирования, к примеру, наценок в торговых сетях. И не только. Мы не говорим о том, что регулировать надо все, там вплоть до услуг сапожной мастерской, цен на билеты в кинотеатры и так далее. Мы говорим о том, что хлеб, молоко, мясо, масло, рыба, значит, определенных сортов должна быть на прилавках, она должна быть доступна. Это регулирование торговой наценки у производителей, в том числе снижение определенных издержек в виде где-то налоговой нагрузки, где-то акциза. Экспорт продукции за рубеж тоже должен квотироваться, уверен предприниматель. Конечно, за пределы России производители продавать гораздо выгоднее, но важнее сейчас закрыть потребности внутреннего рынка. И пока ситуация остается неконтролируемой, цены продолжат расти. Обнадежить людей наш спикер просто не смог. Собственно, и решить проблему с дополнительной проверкой молочки можно только на федеральном уровне. Иначе с деревенским молочком придется распрощаться. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.